День спасения Твоего Царства открыты, и сегодня Твоя любовь, милость и благодать, они явлены нам, Господь, слава Тебе за Дух Святой, за Слово Твое, за то, что, Господь, мы Твоя Церковь искуплены, а мы Ты избраны в вечности для Твоей славы. Пусть наши уста никогда не умолкнут, прославляя имя Твое, Господи, пусть имя Твое святится, возвеличивается. Ты, Господь, Ты Царь славы, Ты победил Царство тьмы, Ты сокрушил врата ада, Господи, Тебе прижится слава и честь и хвала, при Тобой мы склоняемся, Господи, Ты наш Бог. Твое Царство, Царство всех веков, величие Твое неисследимо, Господи, нет подобного Тебе, нет Бога кроме Тебя, Ты твердыня, Господь, и спасение. Мы молимся за все нужды, которые есть в Церкви, Господь, молимся за сестру Любу, благослови эту предстоящую операцию, благослови, Господь, фаерузу, Господь, исцели ее полностью. Господи, молимся за каждого, кто пришел сегодня в немощи, болезни, пусть Твоя сила исцеления наполняет прямо сейчас, пусть всякие болезни оставляет. Молимся за каждую записку, Господь, и материю, которую принесли сюда, чтобы помолиться, Господи, чтобы те, на кого она будет возложена, получили исцеление по вере во имя Иисуса Христа. Дух Святой, приди в жизнь каждого, кто сегодня в нужде, в болезни, кто проходит через испытания, трудности, пусть вера не угаснет, пусть вера окрепнет, Господи, пусть сила наполняет, и Дух Твой Святой, Он исцеляет каждого, кто верит во имя Иисуса Христа. Благословляем каждое сердце сегодня, каждого, кто сегодня в этом зале, Господи, благослови Отец, пусть сердца будут исполнены верой, радостью, утешением, мира, благодати, пусть мир Твой придет, пусть страхи уходят, пусть всякие обстоятельства не разрешаются во имя Иисуса Христа, Господь наш, на Тебя мы уповаем. Благослови каждого, кто жертвует сегодня, открывает свою руку и сердце, чтобы жертвовать, чтобы сеять, Господь, Твое Царство, пусть имя Твое прославится в этом служении, в этом собрании, Господь, чтобы все те средства, которые собраны через них, прославился Ты, чтобы проповедь Евангелия сегодня звучала, и Слово Твое было проповедано до края земли. Во имя Иисуса Христа, Тебе хвала и слава, и честь, и поклонение. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу. Мы сегодня также помолимся за студентов, за школьников. Давайте мы еще совершим эту молитву, предстоит летний период, помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы также молимся за всех студентов, школьников, детей наших. Господи, благослови, храни, Господь, в этот период, особенно, Господь, благослови наших детей, когда поедут отдыхать, когда поедут в другие города, благослови, храни их от всякого зла, от всяких несчастья, Боже, храни наших детей на всяком месте. Те, кому предстоят экзамены, та же благослови, Господь, те, кому предстоит поступать в другие учебные заведения, Господь, благослови мудростью, советом, водительством Духа Твоего, храни наших детей. Мы благословляем наших школьников, студентов, всех, Господи, кто сегодня проходит этот учебный период. Господи, и эти каникулы благослови, чтобы они пошли на пользу для наших детей во имя Иисуса Христа. Благословляем всех наших детей, также наших подростков, всех, кто заканчивает школу и будет поступать. Благословляем, Господи. Тебе слава, наш Бог, Отец и иный Дух Святой. Аминь. Также хочу сделать объявление, что сегодня детское служение будет только для детей 7-12 лет. Дети с 3 на 6 остаются с родителями здесь. Пусть Бог благословит. Присаживайтесь, пожалуйста. А, еще мы помолимся за новорожденного. Елизавету принесли сегодня, чтобы помолиться. Давайте мы благословим дитя. Где вы, родители? Вы можете пройти. Помолимся. Благодаря вас. Аплодисменты. 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 Там можете выйти сюда. Давайте церковь помолимся. Господь наш, во имя Иисуса Христа, мы благословляем дитя, мы благословляем Лизу, Господь, и просим Тебя, чтобы Твоя милость и благодать были во все дни ее жизни. Господь, Ты даровал это дитя родителям. И я прошу также, дай мудрость родителям воспитывать, Господь, во свете Твоего Слова, чтобы, Господь, Твоя мудрость, Божия пребывала в них, водительство Твоего Духа, благослови. И пусть Твои ангелы, Господь, хранят это дитя от всякого зла, от болезней, несчастий, от всяких лукавых людей, Господь, от всяких нехороших случаев. Господи, храни, Боже, мы отдаем Твои руки, благословляем, чтобы Лиза знала Тебя, Господь, чтобы она верила в Тебя, Господь, и служила Тебе. Благословляем по имя Иисуса Христа. И весь народ скажет, аминь. Пусть Бог благословит вас. Мы рады за вас. Приходите еще. Присаживайтесь, братья и сестры. Всех приветствую в Доме Божьем, в Церкви Божьей. У нас сегодня хлебопреломление, заповедь. Я прочитаю из Библии. Иван, Лето, Луки. Давайте откроем 23 главу. Мы прочитаем с 39 стиха по 42. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Моя проповедь сегодня называется «Сила Божьей благодати». Сегодня Евангелие звучит, и в Евангелии заключена великая Божья сила для спасения человеческих душ. Каждый из нас, присутствующий в этом собрании, когда-то нас коснулась Евангелия. Когда-то нас, на нас повлияло не просто проповедник, мы даже не помним того проповедника, кто проповедовал, но именно суть сердца Евангелия, дух Евангелия, он коснулся нашего сердца, и мы пережили второе рождение. Это был переворот нашей жизни. Мы ощутили такую силу Божью, мы ощутили такую перемену в нашей жизни, которую, ну, даже сложно с чем-то сравнить. И, к сожалению, некоторые служители сегодня проповедуют Евангелие, как кто-то говорил, как ослы жуют чертополох, очень осторожно, избегая каких-то, может быть, непонятных мест, избегая каких-то непонятных, что-то такого неудобного, разумительного или еще что-то. Но, знаете, друзья, мы, верующие люди, должны проповедовать просто евангельскую суть. Мы должны проповедовать Евангелие таким, как оно отображено здесь в Священном Писании. Аминь. И если кто-то сегодня, как мы уже, может быть, в последнее время особенно слышно, извращает Евангелие благодати, кто-то старается этой Евангелии говорить, что Бог все простит, ты можешь жить так, как хочешь. Это извращение благодати. Ты можешь поступать, как хочешь. Бог настолько любит тебя. И они не говорят о гневе Божьем, о ярости Божьей, которая грядет на всех нечестивых, которые отвергают Евангелие и которые не каются в своих грехах. И если не покаются, то погибнут. Они как-то стараются обходить это. Мы не можем исправить этих людей. Это их дело. Мы также видим, как некоторые говорят в другой крайней форме, говорят, что Бог настолько, кто же может спастись, как же спастись. То есть, если ты где-то что-то ошибся, согрешил, шаг вправо, шаг лево, все, ты погиб. Друзья, Евангелие не такое. Евангелие такое, которое мы читаем в Священном Писании. Оно такое, как здесь написано. Да, мы знаем милость Божью, любовь Божью, благодать Божья, которое спасает и которое извлекает человека из любой ситуации жизни. И сколько бы человек, какой бы жизненный путь он не прошел, сколько бы он не нагрешил, как этот разбойник. Божья благодать, сила Божья, она спасает людей. И в то же время мы знаем, что есть праведный гнев Божий, о котором Библия говорит, который грядет. И как Писание говорит, кто знает силу гнева твоего? То есть люди еще не знают силу Божьего гнева. Мы пережили Божью любовь, но силу Божьего гнева человечество не знает. Но мы знаем о том, что вот эта вот книга Библия говорит о том суде, который грядет на эту землю, и Бог проявит свой гнев и суд. И всю свою ярость на тех, кто отвергли его прощение и его милость. В этом есть Евангелие. И вот мы, перед нами история разбойника. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на того, кто спасает, какой силы он, какую силу он имеет. Это наш Господь Иисус Христос. И также мы посмотрим на того, кто веровал, в каком он положении был, что у него была за жизнь. Давайте мы просто посмотрим на эту картину. Я хотел бы, чтобы перед нами сегодня была в ярких красках картина вот этого события, которое произошло на кресте. Я скажу вам, прежде чем проповедовать, скажу, что некоторые думают, что вот такая уникальная как бы ситуация, как бы исключение. Может быть, это и кажется, как исключение, друзья мои. Но, знаете, Господь не сказал этому разбойнику, я по-особенному тебя спасу. Я думаю, что это обычный случай. И он ничем не отличается от того случая, когда однажды мы читаем в Дианях Саввел, который дышал угрозами, шел, чтобы преследовать, убивать христиан. И яркий свет с неба осеял его с неба, и он был там спасен. Этот случай не отличается от того, когда Петр был спасен, когда Петр отрекся и был восстановлен. Он ничем не отличается, потому что сила Божья, она не ограничена ничем. И мы видим здесь человека, который висит на кресте, которого жизнь уже на волоске, которому осталось мало жить, но Божья сила и Божья любовь извлекает его и спасает его. Давайте посмотрим на вот эту вот замечательную историю. Вы знаете, эта история, которую мы с вами прочитали о разбойнике, некоторые начинают думать и полагать, что вот он был спасен, можно сказать, у самых ворот ада. Он был спасен, когда он уже, можно сказать, видел, как эти страшные ворота открываются перед ним, когда перед его взором протекла вся его ужасная жизнь, совесть его мучила, кровь кипела, его состояние было ужасным. Знаете, когда человек умирает, я, может быть, не выражу все этой картинки, которую переживает человек, но мне кажется, когда жизнь уже позади, ты понимаешь, что вот она смерть, вот ты смотришь, тебе не хочется смотреть ее лицо, но она пристально смотрит в твои глаза, ты понимаешь, что у тебя осталось очень мало, ты не можешь сбежать с креста, потому что твои руки и ноги прибиты, ты понимаешь, что вот уже стоят те, которые заносят эти тяжелые орудия, чтобы перебить твои голени, чтобы человек умер. Такая была римская казнь, и он понимал, что он задохнется в этом мешке, он задохнется, потому что он понимал, что такое римская казнь, он понимал, что жизнь прошла, и, наверное, перед его глазами всплывали все эти ужасные картины, греховные ситуации в его жизни, потому что это был разбойник, человек, который занимался разбойами, убийствами, грабежами, и, наверное, все эти ситуации страшные всплывали перед его глазами, и он понимал, что вот она жизнь, она прожита, все, ничего не изменить, Только смерть, только ужасная смерть, а потом вечный ад. И он уже, наверное, слышал, как эти ужасные страшные ворота ада скрипят, и они открываются перед ним. И он понимал, что пламя снизу уже как бы охватывало его. Что может чувствовать человек, который умирает на кресте, который понимает, что все, выхода нет, только смерть. Наверное, страшный ужас. Наверное, страшное отчаяние охватило его душу и он был там. Вы знаете, вот эта история, она не должна поощрять некоторых людей, откладывать, что вот этот разбойник был спасен у самых ворот ада, поэтому я могу жить, а потом я покаясь. Только самые ужасные люди могут видеть в должном, в Божьем долготерпении для себя момент откладывания. Только самые ужасные люди, в сердце которого стучит сегодня Божья благодать, они откладывают на потом свое спасение. Мы должны помнить, что вот этот человек был спасен, а второй не был спасен. Некоторые думают, что Божья благодать – это основание для того, чтобы продолжать жить той греховной жизнью, которую ты живешь. Самые пропащие люди могут так думать. Думать, что благодать Божья, она покрывает, и Бог закрывает глаза на твою жизнь. Нет. Друзья, мы должны ценить Божьей благодатью. Мы должны понимать, что Божья благодать нам дана для того, сила Божья эта проявилась, чтобы однажды нас спасти, чтобы нам жить уже другой жизнью. И вот Евангелие, оно имеет эту силу спасать людей. Знаете, другие думают, что Евангелие нужно защищать. Они приводят различные аргументы своего жизненного опыта, как бы украшая или добавляя к Евангелии. И оно, знаете, как Давид в доспехах Саула оказывается, оно отягощено этим. Оставь Евангелие таким, как оно есть, простым Евангелием, которое записано в Священном Писании, и оно будет спасать. Не нужно его отягощать. Не нужно думать, что твой жизненный опыт более ценен и важен, чем то, что мы читаем на страницах Священного Писания. Как бы часто ни звучало это Евангелие, оно имеет силу, чтобы спасать. Аминь. Как бы просто оно для тебя не звучало, как бы постоянно оно для тебя не звучало сегодня, я хочу сказать, что Дух Божий, Он движется в Божьем Слове, вот в этом Слове о Кресте, которое сегодня дано каждому из нас. И вот, знаете, разбойник висит. Я продолжаю эту картинку. Давайте мы словно побудем просто на том месте Голгофа. Я думаю, что место казни, это место, где, наверное, не было детей, где не должны быть, по крайней мере, дети, но когда казнят людей, особенно такой ужасной смертью, это ужасная картина, это кровь, это стон, это крики, это удары молотка, которые разносятся, это толпа, которая там стоит на этой горе Голгофа и кричат, распни его. И вот распинает Иисуса Христа двух разбойников справа и слева. Наверное, власти хотели показать, римские власти хотели показать, что унизить Иисуса Христа, а религиозные власти хотели тем, что вот твое место с разбойниками, твое место там, где проклятые, самые проклятые, самые ненавистные, которые должны быть там, твое место среди них. И вы знаете, Иисус Христос был там оплеванный, Его тело было истерзанное, Он прошел через бичевание, куски мяса висели на Нем, Он висел там в таком ужасном состоянии, в агонии, в болях. И вот этот разбойник, написано, что двух распяли, один, написано, злословил, говорил, если ты Сын Божий, спаси нас, себя спаси, если ты Христос, если ты действительно тот, спаси себя и нас. Как цинично звучат слова. Знаете, эти два разбойника представляют сегодня многих людей в этом мире. Одни признают, что они грешники, приходят, принимают спасение, они спасены. И какой бы ни была их жизнь, Бог спасает их. А другие, они идут со своей правдой. И вот эта, увы, правда в кавычках, она звучит так. Если ты Бог, Господь, вот я в такой ситуации, помоги мне сегодня, сейчас, я буду верить в тебя. Как эгоистично и цинично звучат эти слова из уст людей, которые говорят, спаси, если ты действительно Бог, если ты есть, откройся мне. Я поверю в тебя, когда ты поможешь мне, когда ты вот сейчас мне поможешь. А другой видел свой грех. Он видел. Он видел Господа. Он видел того, кто там был с ним. Вы знаете, и когда Господь вот повернулся к нему, и после тех слов, когда Он сказал, помяни меня, ныне, ныне же будешь со мной в раю. Какое же счастье, наверное, охватило Его душу. Какое же, наверное, вот те боли, страдания, и вся та, все то ужасное состояние, которое Он переживал, как я вам уже сказал, когда ворота ада открылись перед Ним. Представляете, вот эти слова, сказанные Господом, для человека, который не имеет вообще никакой надежды, что они значили для Него. что бы там ни было, я пройду, я знаю, что потом откроются же другие врата предо мной. Это не те страшные врата ада, это жемчужные врата рая. Я знаю, что я пройду в то царство. Так говорил Дух Веры в Его сердце. И нужно сказать, друзья мои, что вот Господь вот этими словами, что ныне будешь со мной в раю, они свидетельствуют о том, как бы Ты теперь мой друг. Вы знаете, какую честь мы можем оказать Господу, когда мы стали друзьями? Какую я сделал честь моему Господу тем, что Он назвал моим другом, что я стал одно с Ним? Я никакой чести. У меня, кроме позора, кроме греха, кроме того, что у меня было, кроме тех рваных штанов, в которых я ходил, в тех грехах, в которых я был, у меня ничего не было. Может быть, ты думаешь, что Господь что-то приобрел благодаря тебе, благодаря той дружбе, которая у тебя появилась с Ним? Я не думаю, друзья, что Он приобрел. Представьте себе, если бы кто-то сегодня из наших друзей, братьев, сестер пришел в это собрание с каким-то большим, важным человеком, который очень известный в этой стране. Если бы мы не знали нашего брата, то мы, наверное, на следующий день поинтересовались бы, кто же Он такой. Потому что тот человек, который был с Ним, Он сделал достойным нашего внимания, того, чтобы поинтересоваться. Представьте себе, что мы обрели благодаря тому, что Господь назвал нас друзьями. Мы все приобрели. Мы были никто. У нас не было ничего, но мы ничего Ему не дали. У нас ничего не было. Этот разбойник, Он висел. Все, что у Него было, это грехи, это проклятие, это то, что Он заслужил, как Он признавался в этом. И Он ничего не мог дать Господу. А Господь, Он настолько снизошел, что говорит, ты будешь со мной в районе, ты будешь в этом сообществе, со мной, среди святых. Ты будешь ходить в таком месте, которое ты даже представить себе не можешь. Представляете, какая перемена. Может быть, кто-то сегодня, я не знаю, может быть, вы думаете, помышляете, Господи, да ты, наверное, на меня и не посмотришь. Я хочу сказать, Бог как раз смотрит на тебя. И если Он на проклятого разбойника смотрел, если Он ожидал от него, если Он хотел его спасти, то Он не пройдет мимо ни одной души. Он не пройдет мимо тебя. Может быть, ты думаешь, Господи, да кто же я такой? Нет, Он смотрит как раз на тебя, на твою жизнь. Ты не можешь дать Ему ничего. У тебя нету ничего, чтобы ты Ему что-то дал, обогатил Его, лишь у тебя нету ничего. Но Он любит тебя просто так. Это просто Божья любовь. Это то, что у людей нет, но это есть у нашего Господа. Он любит тебя не за что-то. У нас, друзья, мы должны признать, у нас нету ничего, за что нас любить. Он просто тебя любит. И вот помните, вот то, что сказал Ему Господь, ныне же будешь со мной в раю. Я хотел бы указать на близость того события, которое вот, я уже сказал, что перед этим разбойником пришло такое отразление, как никогда в жизни. Вот она, вечность. Знаете, вечность, она словно завеса, ее можно разорвать в любой момент. Вот она, перед каждым из нас. Неважно, сколько человек живет на этой земле, но жизнь проходит очень быстро. Десять, двадцать, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет, они просто пролетают. Вот, мы все стоим на пороге вечности. Вечность. И, когда Господь говорит, ныне будешь со мной в раю, мы должны понять, какая же перемена произошла в жизни этого человека. Вот, его жизнь была ужасной и страшной. Вот у него угрызнение совести. Вот пламя ада уже почти охватывает его. Но, представляете, какая перемена. Вот, он умирает на этом кресте. И, представляете, я продолжаю как бы смотреть на вот то, что может быть не записано в Писании, но мы можем себе только представить на небе вот это множество святых ангелов и херувимов, славных, величественных, божьих существ, которые стояли и ожидали, вот наш Господь Иисус Христос на земле совершил великий подвиг. И кого же он первого приведет туда в вечное царство. Вот они приближаются к этим вратам. И эти ангелы уже поднимают свои руки, поднимают Божьему престолу, чтобы славить Господа, чтобы величать Его Святое Имя. И может быть они ожидают, что там идет Моисей. Может быть они думают, что там Илья идет с Господом. А там идет человек, которого они не знают. Это идет разбойник. Они всматриваются, а там разбойник, когда-то на земле проклятый, ненужный, распятый, который заслужил казнь, он идет с Господа. сила Божьей благодати, она не имеет границ. Друзья мои, кто-то когда-то сказал, что мы будем очень удивлены, когда мы придем на небо, когда мы увидим тех, кого мы не ожидали. Какая перемена? с креста, а потом идти через жемчужины врата, проклятый, оплеванный на земле, но омытый кровью Христа. Проходит через эти жемчужины врата, его сердце хвачено радостью. когда-то жил у мусорного бака, когда-то там лежал под забором и, знаете, скребком, как тот лазер, в струпьях, в болячках, вонял весь. И тут попадает благородное общество, славное общество святых. И тут его ноги идут уже по золотым улицам. сила Божьей благодати. В один момент. Знаете, вот эта история с разбойником, она учит нас, чтобы мы понимали, что вот этот разбойник был спасен, чтобы никто никогда не терял надежды. Но вместе с этим никто не должен откладывать на потом, потому что он всего один был спасен, а второй не был спасен. И вы знаете, вот как же все-таки он поверил в него? Вот вопрос. Вот он висел там на кресте на кресте, что послужил к тому, что он поверил. Знаете, я уже больше 30 лет проповедую, я не могу с уверенностью сказать, что влияет на людей, на их сердце вот так сильно, что они обращаются. Я не могу так посмотреть на человека, сказать, что да, вот Дух Божий касается его, и вот он покается. У меня нету такого, знаете, как Дух Божий это делает, как Господь это делает, как Сила Божия это делает. Что там у человека в сердце происходит, никто не может сказать. Но понимая, в каких обстоятельствах был этот разбойник, что он висел, что там, конечно, он не был, как здесь в церкви, и церковь это место, где должно проповедоваться Евангелие, и где люди должны получать спасение, но там не было служения, там не было хора, там не было ничего, там была атмосфера ужаса, смерти, насилия. И как он покаялся. И все, что он слышал, мы можем прочитать здесь в Евангелии, что толпа кричала, других спасал, спаси себя самого. Может быть, он это услышал и понял, что если он других спасал, то он и его может спасти. Может быть, вот это Евангелие как раз и было для него, которое уже звучало уст врагов. Может быть, Бог дал ему вот эту маленькую возможность, но вера у этого человека была достаточно, чтобы схватиться за вот это вот малое, за вот этот обломок надежды, ухватиться и поверить. Может быть, это. Но если это спасло этого человека, который висел на кресте, то почему же сегодня, когда люди имеют в руках Священное Писание, Библию, множество свидетельств, замечательнейшую историю, даже в нашей стране, слава Богу, Евангелие проповедуется, оно не запрещено, и при этом люди отвергают Евангелие. Если этого человека спасло то, что он там, в таких обстоятельствах, даже из уст врагов услышал для себя спасение, Бог может, знаете, даже слух дьявола использовать для того, чтобы спасать тех, кого он хочет спасти. И вот этого было достаточно, чтобы взять для себя, если он других спасал, я сейчас так нуждаюсь, я сейчас так нуждаюсь в этом, Господи, помяни меня в Твоем Царстве. Что могло еще повлиять на него, конечно же он видел много смертей, но то, как умирал Иисус Христос, то, когда его прибывали, как он молился за этих, которые его проклинали, он молился и говорил, очень прости им, ибо не знаю, что делать, это не могло тоже пройти мимо этого разбойника, потому что, как правило, тех, которых вот такой страшной подвергали такой казни, они не благословляли. И, наконец, знаете, в чем вера еще была у этого разбойника, что вот он видел Господа, который был обезображен, как Библия говорит, лик его, пача всякого человека, оплеванный, в глазах людей опозоренный, а он увидел в нем Господа славы. Он говорит о его царстве, Господи, помяни меня, он не смеется, не глумится, он говорит, когда придешь в твое царство, помяни меня. Вот как он увидел в этом распятом, оплеванном, обезображенном, который не имел ни вида, ни величия, Господа, царя царей. Вот эти распятые руки будут править этим миром. Это тот, кто сотворил все, это тот, который держит все в своих руках, как вот этот разбойник увидел в нем Господа славы. Даже вот то негативное мнение его товарища, знаете, с которым он, может быть, многое разделял, жил, делал зло, и они были сотоварищами по этому злу. Его мнение не повлияло на него, наоборот, он говорил ему, унимал его, как Библия говорит, мы получили по заслугам. Он признал свою вину, он говорит, что мы достойнее приняли, а он ничего плохого не сделал. Более того, он даже защищал Господа. Никто этого не сказал там на Голгофе. Но вот этот разбойник, который был распят, он говорит, он ничего плохого не сделал. Это, знаете, урок для нас верующих. Что мы делаем, друзья, когда мы делаем зло? Простите, когда мы смотрим, когда кто-то делает зло, проповедуем ли мы им Евангелие, или мы молчаливо соглашаемся с этим? А он как мог, так и защищал. Он ничего не мог больше сделать, но то, что он видел, то, что он мог, он открыл свои уста и сказал, он ничего плохого не сделал. Он пытался этим защитить Господа. Он пытался этим вступиться за Него. Он мог, как мог, так и проповедовал. Мы сегодня так много знаем, так много читаем, но мы не проповедуем людям Евангелия. Мы можем, каждый из нас почти теолог, бакалавр, но мы не проповедуем так, как должны проповедовать. Помоги нам проповедовать вот это простое Евангелие. Он не был теологом, но то, что Он знал, Он никакого зла не сделал, но Он несет наказание. Вот, что Он знал, и Он об этом говорил. Знаете, вот этот разбойник, он вот этими словами, что Господи, помяни меня, и вот этой попыткой защитить своего Господа, как бы предавал свою судьбу в руки того, кто не мог спасти себя, кто сам был распят, кто сам был обезображен, кто сам нуждался, а Он говорит, Господи, другими словами, Он верил, что у Господа есть Царство, что Он царствует в Нем. И знаете, что последнее хочу сказать, не буду много говорить сегодня. Друзья мои, если Бог заключил вот Евангелие вот в этом, то, что Иисус Христос был обезображен, наплеван, умер, и тем самым Он спас, как апостол Павел говорил, угодно Господу было юродством проповеди спасти верующих. Если сила Божья вот в этом проявилась, представляете, чтобы спасти мир людей вот в этом, то что мы можем говорить вообще о Боге? Можем ли мы знать и познать Его силу вообще? Если вот это немощное Божье, можно так сказать, если Иисус Христос в человеческом теле распятый, обезображенный, спасает людей, то что мы можем знать вообще о силе Божьей? Ничего. Она безгранична, она беспредельна. Он настолько силен, чтобы спасать сегодня, нет. Поэтому утешение для каждого слушающего сегодня в том, что, друг мой, какой бы ты ни был ситуацией, Бог может тебя спасти, Бог может тебе помочь. Бог силен, чтобы спасать. Аминь. Давайте мы встанем. Я хочу обратиться прежде чем, как мы будем участвовать в этой заповеди святыне Божьей хлебопреломления. Хочу обратиться к тем людям, кто еще не знает, не примирился с Богом. Господь все еще стучит в твое сердце, Евангелие все еще звучит для тебя, но ты не принял для себя, не поверил, не исповедовал Иисуса Христа своим Господом, как это сделал когда-то разбойник, как это сделали многие из нас, находящиеся здесь, исповедовали Иисуса Христа своим Господом. Слово Божье говорит, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, а сердцем веровать, то спасешься. Знаете, как просто принять спасение, как просто оказывается разбойнику было, была это перемена для него, вот он мог попасть в ад, но он признался, принял Иисуса Христа, сказал, помяни меня, Господи. Он поверил, он признался в своих грехах и был спасен. Так просто. Я не знаю, может быть, поэтому люди сегодня и не верят в простоту, потому что оно слишком простое Евангелие. может быть, тебе кажется, что нужно что-то сложное, великое сделать. Нет. Евангелие вот в этом. Все Бог сделал. Абсолютно все. Я скажу больше даже, не наши добрые дела, ничего не значит по сравнению с тем, что Бог совершил для нас. Не спасает добрые дела, спасает Господь. Поэтому сегодня я хочу обратиться и сказать, что Бог тебя так же любит, как того разбойника. И Он так же ожидает тебя. И может быть, в этом собрании есть такой человек, кто хотел бы примириться с Господом, обратиться к Нему. Мы помолимся за вас. Просто дайте знать, поднимите вашу руку, мы будем молиться за вас. Если в этом собрании есть такой человек, есть такая душа в этом собрании, кто хотел бы обратиться к Господу. помолиться, поверить, принять Евангелие. Если вы здесь, просто дайте знать. Не бойся, не стесняйся, но если в твоем сердце Дух Божий стучит, обратись к Богу. Если вы тот человек, просто дайте знать, мы помолимся вместе с вами. все спасены, все на пути в Царство Божие. Мы так надеемся. Пусть Бог благословит каждого из вас сегодня. Первое послание Коринфянам, 11 глава, апостол Павел говорит, «Я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите это, есть тело мое, зуба сломимое, это творите мое воспоминание. Также чашу после вечерей сказал, эта чаша есть новый завет моей крови, это творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню, возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела крови Господней, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего, пьет из чаши сей. Вы знаете, сложно что-то добавить к тому, что сказал апостол Павел. Хотелось бы сказать, что же все-таки делает нас достойными? только Божья благодать, Божья сила. Только наша искренняя вера, которая дана нам от Господа, вера в то, что непоколебимо в нашей жизни, то, что мы дети Божьи, то, что мы искуплены, то, что мы в завете с Ним, и то, что Бог не гневается на тебя, но Он смотрит на тебя, как свое дитя. что делает нас достойным? Наша с вами жизнь во Христе, наши поступки, когда наша совесть отягощена, знаете, грехами, нам сложно достойно участвовать, нам нужно приходить к Божьему престолу, исповедовать наши грехи, и говорить, Господи, прости, освяти нас, исповедовать, снова поднимать, отца идти, это Божья благодать, все Божья сила в нас. Дела, поступки, наша жизнь должна быть уже христианской жизнью, другой жизнью. Я немножко задержу ваше внимание, знаете, кто-то сказал когда-то, возник спор на какой-то ячейке, что вот, добрые дела, мы же не по делам спасаемся, поэтому дела уже не так важны. Конечно, делами не оправдается никто перед Богом, но у нас должны быть дела во Христе уже. У нас должна быть жизнь во Христе. И Бог ожидает, что у нас будут дела уже через веру во Христа. Дела, которые Бог принимает, дела, в которых Бог прославляется. Поэтому помоги нам Господь, да испытывай себя человек. Почему Павел так говорит? Он бы так не сказал, если бы дела не имели никакой роли и уже ничего не значили бы. Но он говорит, да испытывай себя человек. Давайте будем испытывать свою жизнь, свое сердце. Никто не может испытать дело другого. Каждый из нас свою собственную жизнь, свое собственное сердце. Мы не можем посмотреть сердце другого человека. Но что у меня сейчас в сердце? Я должен посмотреть, Господи, если это не прощение, если это какая-то обида, если это какая-то может быть огорчение или что-то. То, что лишает нас мира и покоя, то, что лишает нас радоваться тому, что наши имена в книге жизни, все то, что мешает этому, нам нужно отложить и приходить к Богу с чистым сердцем. Аминь. братья и сестры, давайте мы помолимся такой молитвой. Дорогой наш Господь, мы приходим Тебе во имя Иисуса Христа, Твоего Сына, Отец и Бесный. Благодарим Тебя за Твою благодать и милость, которую Ты явил нам. Благодарим Тебя за Твое спасение. Благодарим Тебя, Господь, за дар вечной жизни. Благодарим Тебя, Господь, что мы омыты Твоей драгоценной кровью. И некогда мы были под Твоим гневом, Господи, но сегодня мы в Твоей милости, любви и благодати, потому что Ты благоволишь к детям Твоим, церкви. Помоги нам сегодня, Господь, посмотреть на свою жизнь, на свое сердце. Дух Святой, открывай, Господь, все то, в чем мы сегодня нуждаемся при Тобое, чтобы мы могли исправить пути наши. Господь, освяти нас, очисти от всего, что мешает нам иметь общение с Тобою, Господь. Мы, Господи, исповедуем всякий грех, мы исповедуем, Господь, пред Твоим святым лицом все то, что неугодно Тебе было сделано. Помоги нам достойно участвовать. Пусть Твоя драгоценная кровь омыет нас. Как Твое слово говорит, что если мы ходим во свете, подобно, как Ты во свете, имеем общение друг с другом, тогда кровь Иисуса Христа очищает нас. Помоги, Господь, Дух Святой, нам прийти в такое состояние. Помоги, Господь, нам быть в таком положении сегодня, чтобы драгоценная кровь Христа осветила нас и очистила. Помоги нам исправлять пути наши сегодня, сейчас, Господи. Помоги нам исправлять отношения, помоги нам исправлять все то, что кривое в нашей жизни, косое. Помоги убрать всякие преграды, камни, всякие неровности и кривизны исправить, Господи, в нашем сердце, в нашем разуме, в нашей жизни, Господь. Очисти нас Духом Святым, освяти, Господь, каждое сердце. Благослови каждого, кто сегодня будет кушать от этого хлеба, Господь. мы вспоминаем Твоё ломимое тело, которое было предано на смерть. Ты умер, Господь, пострадал, и на Тебя был возложен наш грех, чтобы мы были спасены, имели жизнь. Благослови каждого, кто будет вкушать. Господь, благослови каждого, кто будет пить из этой чаши. Господь, мы молимся и просим во имя Иисуса Христа, Твоего Сына, освяти нас, наши сердца, наши совести, наши руки, Господь, чтобы нам достойно сегодня участвовать в этой заповеди Твоей. Мы вспоминаем Твои страдания, Твою смерть. Господи, мы славим Тебя за тот великий подвиг, который Ты совершил. Слава Тебе и хвала. Да будет имя Твое благословенное и прославлено в жизни каждого, Господи, кто сегодня с верой принимает эту заповедь, Твою благосвятие, церковь, благослови Твой народ, Тебе слава и хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Попрошу вас, братья и сестры, очень осторожно, не спеша, очень осторожно с хлебом. Не торопитесь, не подбивайте никому ничем, не мешайте, но не спеша, осторожно принимайте хлеб и принимайте эту чашу. Да благословит вас Господь. Если вы приняли водное крещение и вы являетесь членом церкви, участвуйте. Если вы еще не приняли водное крещение, пожалуйста, воздержитесь. Благослови вас, Господь. Продолжение следует...